И теперь об инновациях. Новосибирский изобретатель сегодня готовится к переговорам с арабским шейхом. В Дубае заинтересовались проектом энергоэффективных домов. Снабжать электричеством их будет ветроэлектростанция, установленная внутри комплекса зданий. Макет инновационного проекта выставили в технопарке Академгородка. Затем его увезут на выставку в Москву. Татьяна Целищева успела встретиться с изобретателем и узнала, когда будущее станет реальностью. Вот так выглядит город будущего, который придумал новосибирский изобретатель Денис Тяглин. Главный архитектурно-инженерный элемент – энергоэффективные здания. Как сделать здание энергоэффективным? Рецепт. Берем, например, пять обычных зданий, ставим их формой звезда. Между ними оставляем пространство. В этом пространстве появляются усиленные воздушные потоки. И в это место мы ставим нашу ветроэлектростанцию. Энергии ветра хватит не только, чтобы обеспечить теплом и светом высотки, внутри которых стоит конструкция, но и для соседних зданий. Из вечной минус существующих ветроэлектростанций – сильный шум. Для его подавления новосибирец разработал аэродинамические щиты. Жители энергоэффективных домов смогут жить спокойно. Реакция людей обычно такая – ой, ну это лет через 150. Сама идея кажется фантастикой, но разработку признала Российская Академия архитектуры и строительных наук. Инновационный проект вошел в список 100 лучших изобретений России. Изготовлен прототип высотой 1 метр со встроенным генератором. И все желающие могут онлайн наблюдать, как вертикальный ветряк вырабатывает энергию. Сегодня более 80% энергии человечество получает из невозобновляемых источников. Но все более востребованным становятся альтернативные источники получения энергии. И по мнению некоторых экспертов, уже через 10 лет девелоперы перестанут строить обычные здания и перейдут на энергоэффективные. Мощным и бесшумным источником зеленой энергии заинтересовался крупный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов. Обнадеживающую встречу провели еще в начале года. Из-за пандемии коронавируса процесс затормозился. Но новосибирец намерен продолжить переговоры. Мы будем просить у него просто строительный участок, просто кусочек пустыни. И своими силами первый объект сделаем. Повелитель ветра Денис Тяглин некогда сам владел строительной компанией. Получал большие подряды на установку ограждающих конструкций и внутреннюю отделку. Но в какой-то момент понял, хочет создать в жизни что-то гораздо большее. Например, построить экологически чистый город. Верит в безуглеродную энергетику. За два года, как погрузился в проект, ни разу не усомнился в его реалистичности. Пример ставит знаменитого производителя электромобилей и космических кораблей Илона Маска, чьи затеи изначально казались более утопичными. Татьяна Целищева, Роман Шулик, Вести Новосибирск. Продолжение следует...